Жилой дом в столице. Три часа ночи. Стук в окно. Двое неизвестных ищут какого-то Сережу, рассказывает жительница Террасполя Анастасия. Незваные гости представились сотрудниками милиции. Девушки, они показались подозрительными. До того, как они ко мне пришли, я ни разу не слышала о такой истории. Я слышала о мошенничестве по телефону. Так обманули мою подругу. И она перевела деньги со своей карты все. Но о том, что ходят по квартирам по ночам, я не слышала. Я столкнулась с этим. И, соответственно, у меня был шок. У тебя светит фонариком в лицо. Соответственно, это немного пугает, когда двое мужчин. Ты дома одна, с ребенком. Конечно, это страшно. Также я узнала историю, что недавно кто-то вломился в дверь. Девочка ждала с работы маму. Они ее увидели и убежали. То есть еще такая история есть на неделе. Поэтому мне стало страшно и днем оставлять дочь одну. Анастасия сразу позвонила в милицию. Там ответили. Сотрудники на ее адрес не выезжали. И рассказали, что делать в такой ситуации. В связи с ситуацией, что сейчас очень много разных типов мошенничества и по телефону и так далее, то нужно быть, в принципе, уже осторожным. Потому что сейчас может происходить все, что угодно, во-первых. Во-вторых, посреди ночи, в первую очередь, никому открывать дверь нельзя. Нужно спокойно отреагировать, посмотреть удостоверение, позвонить и спросить, есть ли такие сотрудники, в принципе, в органах. И еще милиция призывает граждан не отвечать ни на какие сомнительные звонки, не давать никакой информации о себе и не переходить по неизвестным ссылкам. Продолжение следует...